Франция отправила в Украину две команды следователей и экспертов, которые будут собирать данные для расследования совершенных в Украине преступлений в Международном уголовном суде. Об этом сообщили в МИД Франции. Известно, что в Украину отправились две команды французских специалистов Министерства внутренних дел и заморских территорий. В одну входят следователи, в другую – технические эксперты. Кроме того, Франция развернет миссию технических экспертов под эгидой Офиса прокурора Международного уголовного суда. Миссия будет собирать доказательства ущерба, нанесенного российскими оккупантами украинским гражданским объектом с использованием цифровых 3D-моделей. Эта информация в будущем будет полезной и для расследований, которые ведет Международный уголовный суд, и для тех, которые ведутся в Украине. Перед этим в Украину приезжали уже пять подобных команд французских специалистов, из них две на длительное время. В частности, последние миссии занимались документированием ущерба, нанесенного российскими оккупантами украинской инфраструктуре, занимались идентификацией погибших и установлением причин смерти, а также моделированием места событий. Давайте эту и другие темы прямо сейчас обсудим. К нашему эфиру присоединяется политолог Игорь Рытерович. Игорь, здравствуйте, рады видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, как вы оцените вот такую помощь Франции по сбору всех этих доказательств для Международного уголовного суда? Можно ли предположить, что Путин вскором станет подозреваемым не только из-за депортации украинских детей? Ну, я думаю, здесь нет ни у кого никаких сомнений, что будут еще уголовные дела, которые будут направлены прежде всего против высшего российского руководства, поскольку, так или иначе, практически все события, о которых мы сейчас говорим и по которым работают, например, наши французские коллеги, эти события не могли произойти без соответствующей санкции каких-то вышестоящих органов, например, тем российским солдатам или представителям оккупационных администраций на временно оккупированных территориях, то есть без санкций со стороны высшего российского руководства. Поэтому понятно, что ниточки так или иначе будут вести к каким-то генералам, к тем людям, которые принимали непосредственно решения на местах, а поскольку на России есть верховный главнокомандующий, понятно, что все эти вещи в той или иной мере согласовывались непосредственно с ним, через тот же генеральный штаб или Министерство обороны, это по большому счету уже не столь в суть важно. Тем более, те решения, которые он принимал о так называемом принятии этих территорий в состав Российской Федерации, это уже они сами по себе являются уголовным преступлением, которое подпадает под действие в том числе различных международных организаций. И очень хорошо, что прежде всего Франция, она предоставляет нам такую помощь. Я напомню, что начало, в принципе, такой помощи припало на трагические события, которые были в Буче. Тогда туда приехала первая группа французских жандармов, которые помогали прежде всего документировать, и потом, что очень важно, реконструировать все те преступления, которые там совершались. И это в значительной мере, ну, во-первых, повышает для мирового сообщества, скажем так, значимость этих расследований, потому что если бы ими занималась исключительно Украина, ну, у российской пропаганды, как минимум, был бы повод говорить о том, что это делает только одна сторона, которая считает себя пострадавшей, и она, соответственно, является, например, предвзятой стороной. А другим якобы не интересно ничего, да? Да, а другие как бы на это не обращают внимания, и для них это не важно. Но когда приезжают, ну, такие большие группы, в принципе, представители Европейского Союза, страны, которая славится, во-первых, своей криминалистикой, и вообще, которая, ну, неоднократно принимала участие в расследовании подобных преступлений на территориях, где совершались, ну, где происходили, точнее, какие-то военные конфликты, ну, понимаете, вот этот главный козы российской пропаганды будет использовать очень тяжело. То есть, помимо, там, обвинений Украины, им надо будет обвинять Францию, и не только Францию, потому что надо понимать, что если там приезжают преимущества на французы, дела-то все равно будут передаваться в международный суд, где будут работать следователи с различных стран. У них различное гражданство. То есть, это настолько широкое представительство, что выделить какой-то субъективизм, ну, чем очень любит манипулировать Российская Федерация, будет чрезвычайно сложно. Поэтому вот значимость таких групп и вообще вот таких вот действий, она на самом деле огромна, потому что это, ну, на перспективу все делается дальнейших каких-то уголовных преследователей, преследований российского руководства. И понятно, что для всего цивилизованного мира результаты работы вот таких вот комиссий, которые приезжают и, соответственно, занимаются расследованиями, ну, они по большому счету будут бесспорны. И, по крайней мере, с точки зрения какой-то там политической или другой целесообразности, их действия рассматриваться не будут. Их действия будут рассматриваться исключительно с точки зрения международного уголовного права. Игорь, а как считаете, как повлияет на Кремль, собственно, на Путина еще, допустим, одно дело против него уже не по депортации детей, а, собственно, допустим, по подрыву Каховской ГЭС? Ну, чрезвычайно плохо повлияет. Прежде всего, в моральном плане. И это видно, что, вот знаете, такая вот зашуганность, загнанность в определенной мере, она же присутствует и, ну, видна невооруженным взглядом даже во время... Выпивать стал? Ну, не знаю насчет, как там выпивать. Я думаю, что у него, скажем так, ну, нервы, конечно, на пределе. И, кстати, это очень хорошо было видно во время даже его немногочисленных каких-то выходов в люди, давайте так это назовем. То есть он или начинает нести откровенную ахинею, чем он занимался на встрече последней с военкорами, либо вообще растерян и не знает, как отвечать на некоторые вопросы. Понятно, что это в том числе связано с вот этим международным давлением. Одно дело, когда оно касалось России в целом. Другое дело, когда это уже персональные какие-то обвинения, которые касаются непосредственно его лично, ну и, например, там, членов его ближайшего какого-то окружения. Это, конечно, очень сильно бьет по вообще состоянию общему, по возможности как-то критически оценивать действительность, давать себе отчет в тем действиям. Ну и, кстати, провоцирует на дальнейшие ошибки, потому что уже определенный страх присутствует. Это рождает какую-то там панику, и, в принципе, мы последствия этого уже видим. И я еще раз подчеркну, что я не сомневаюсь, что гораздо больше будет открыто дел. Тут надо просто понимать, что для того, чтобы их открывать, международные исследователи хотят иметь железобетонные какие-то доказательства. Вот в случае с депортацией наших детей он просто, ну, подставился в значительной мере публично, когда они это сделали. Но, поверьте, то же самое будет и с другими преступлениями, потому что сейчас уже явка с повинной, кстати, сегодня днем была со стороны одной российской бригады, которая, ну, просто написала прямо, что они фактически подорвали. Мы просчитались, да, и не ожидали от их последствий. Да, да, просчитались, рассчитывали на одно, закончилось это совсем другим. Но, поверьте, теперь дальше просто будут заявления, что этот план был санкционирован на самом верху, произошел просто, как они любят говорить на России, эксцессовсполнителя. Но это же не отменяет того факта, что решение про это принимало высшее военное и политическое руководство. Игорь, ну, вчера и Путин сам сделал чистосердечное признание. Он, путаясь в своих версиях и в своей лжи, сказал, что якобы Украина подорвала Каховскую ГЭС, но, тем не менее, подрыв Каховской ГЭС сорвал украинское наступление. Понимаете, вот и все. Ну, там, понимаете, там логики нету. То есть они плодят какие-то там версии и просто сами себя спаливают этими версиями. В принципе, это было понятно уже буквально через два или три часа, когда это произошло, вот, несоответствие каких-то их заявлений. Ну, единственное, что, конечно, международное сообщество в этом разбиралось гораздо дольше, чем мы, в силу там языкового барьера, в силу того, что Россия всячески старалась как-то размыть эту тему. Но, как видим, любые преступления, понимаете, они так или иначе становятся явными. И это преступление тоже получит соответствующую оценку. Я уверен, что точно такие же эксперты из Франции, возможно, из какой-то другой страны, они приедут рано или поздно на освобожденные территории, где находилась Каховская ГЭС, они проведут соответствующие расследования. И понятно, что это будет дополнительное дело о военных, именно военных преступлениях, которые будут выдвинуты против российского руководства и конкретно Путина. Игорь, вот если говорить еще о загнанности Путина, совсем недавно российские оппозиционные СМИ со ссылкой на свои источники в Кремле сообщали, что Путин сейчас боится выезжать из России после выдачи ему с ордера на его арест. Мы помним, что сейчас ЮАР думает, как организовать саммит БРИКС, чтобы им не пришлось арестовывать Путина по запросу МУС. Но вот еще появилась одна новая, что якобы Эммануэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС ЮАР, пишет об этом издание «Опинион». И вот, собственно, как вы оцените эту информацию и как считаете, для чего эта поездка нужна французскому президенту? Мы к таким, кстати, поездкам, к таким заявлениям должны относиться достаточно спокойно. Тут надо понимать просто одну такую вещь, что кроме российско-украинской войны, конечно, у лидеров европейских стран, да и вообще стран в мире, есть, конечно, какие-то свои еще интересы, национальные интересы. И они их пытаются представлять и реализовывать в тот способ, который они считают для себя приемлемым. В этом контексте, конечно, дипломатическая активность Макрона, конкретно президента Франции, она очень показательна. Он и с китайским лидером встречался, он активно встречается с представителями арабского мира, Франция очень активно работает на африканском континенте. Ну, на сегодняшний день это для них такая, знаете, попытка застолбить за собой лидерство в Европе и лидерство вообще в мировом масштабе. В принципе, для Франции, для Франции это всегда было характерно, у них вот некие такие геополитические амбиции, они всегда присутствовали, и Макрон вот где-то вот уловил вот этот тренд, тем более он ему, ну, как минимум не вредит с точки зрения, ну, внутренней ситуации, например, во Франции, а возможно, когда-то даже где-то идет в плюс, каким-то французам нравится, что про Францию говорят, Франция принимает участие в решении различных международных проблем, и, кстати, параллельно с этим решает какие-то свои чисто экономические вопросы, вопросы, там, связанные с развитием французской экономики и так далее. Поэтому вот такие вот визиты, на такие вот визиты надо прежде всего смотреть с экономической, финансовой какой-то точки зрения. Политика здесь, конечно, тоже присутствует, но она присутствует в меньшей мере, и, в принципе, для нас это не является критичным до тех пор, до тех пор, пока заявления Макрона и Франции касательно России и ее агрессии против Украины будут в русле тех заявлений, которые мы видим на сегодняшний день. Тут Франции выдвинуть какие-то претензии очень сложно, она максимально старается помогать Украине, и даже те инициативы мирные, с которыми они выступали раньше, они сейчас отложены в долгий ящик. Почему? Потому что Франция принимает, во-первых, украинскую формулу мира и говорит о том, что Путина, да, прежде всего нужно поставить на место, заставить его убраться с Украины, а потом уже говорить о какой-то мир. Ну а попытки пообщаться с другими, какими-то мировыми лидерами, они могут даже пойти где-то в плюс, если он также будет поднимать там вопросы, связанные с российской агрессией, ну и пытаться эти страны несколько, знаете, оттянуть от формальной, либо неформальной поддержки России, либо даже какого-то нейтрального статуса, которого они на сегодняшний день придерживаются. И еще говорить, если о российской агрессии, мы уже с вами сейчас обсудили, обратили внимание на то, как вчера российский диктатор пытался себя отбелить, по сути, и утверждал, что он к теракту на Каховской ГЭС не имеет никакого отношения. Вот если еще говорить о ситуации в Херсонской области, Путин ведь представителей ООН вновь никуда не допускает, попросту им не дают гарантии безопасности, и не дают гарантии безопасности представителям организаций, в которой пока еще Россия занимает место. Так было и в Еленовке, так теперь и здесь, с левым берегом. Игорь, вот эта ситуация, она для вас ожидаема и прогнозируема? Ну она абсолютно ожидаема, к огромному сожалению, потому что есть две причины, почему Россия это не делает. Во-первых, они прекрасно понимают, что если туда допустить представителей, даже, извините, полуслепой организации объединенных наций, которая не видит массу каких-то там вещей, которые вот очевидны и происходят, то все равно масса фактов нарушений прав человека и военных преступлений именно со стороны Российской Федерации, они просто всплывут на поверхность. Ну скрыть это будет очень сложно. У России это не получается даже за счет тотального контроля над информационным пространством, и пока что временного контроля над этими оккупированными территориями. И они понимают, что если приедут ООНовцы, ну конечно сложно как-то будет с ними, потому что далеко же не факт, что там будут представители тех стран, которые, знаете, занимают отстраненную позицию по отношению к Российско-Украинской войне. И есть второй момент. Понимаете, если Россия это делает, ну она же тогда фактически признает, что эти территории являются временно оккупированными, она является страной-агрессором, допустить они могут только при условии, если ООН, например, признает эти территории российскими. И в документе будет написано, что представители организации едут на российские территории для оказания какой-то гуманитарной помощи. Ну понятно, что ООН уже на это не пойдет, это невозможная вообще история, скандал каких-то там огромных масштабов. И поэтому ситуация, к сожалению, вот такая вот патовая, что из-за нее страдают люди, которые оказались в силу различных объективных причин на временно оккупированной территории, граждане Украины, которые не хотели брать российские паспорта, хотя их и заставляли фактически силой это делать. И теперь Россия пытается как бы убить двух зайцев. С одной стороны, создав экологическую, техногенную, гуманитарную катастрофу, а с другой стороны, еще и наказав, ну в своем понимании, местное население, которое почему-то не хочет быть частью страны-агрессора. И поэтому в этом контексте было понятно, что Россия однозначно займет такую позицию, что мы не можем гарантировать безопасность. Они там валят все на Украину, что вообще просто по-идиотски смешно выглядит. Но для внутреннего пользователя это, в принципе, заходит. И я думаю, что представители ООН на вот этих территориях, которые пока что контролируют Россию, они появятся не ранее, когда, ну, во-первых, спадет большая вода, это надо понимать. И второй момент, когда эти территории будут уже освобождены, деоккупированы, будут полностью контролироваться нашими вооруженными силами и нашей администрацией непосредственно. Тогда, поверьте, там очень много ООН-овцев появится. Они будут делать какие-то очень важные дела, реализовывать какие-то проекты. Но, к сожалению, это будет не сейчас, когда они могли бы по горячим следам сделать определенные выводы, что там делает Россия, зачем она это делает и чем это вообще может закончиться. Игорь, но мы еще часто видим, что Путин в своем зазеркале обвиняет во всех бедах не только Украину, но еще и Запад. Но вчера на этой встрече с военными преступниками, военкорами, он этому же Западу подавал некие сигналы, когда, наверное, говорил о каких-то открытом отношении, хорошем отношении и желании дружить. Что вы скажете, вот, собственно, для чего прозвучала эта фраза? Ну, эта фраза прозвучала, опять-таки, больше для внутреннего даже пользователя, не столько там для каких-то действительно других стран. Просто они же пытаются какой образ сформировать, что вот мы готовы в любой момент садиться за стол переговоров, вот Украина не хочет. Они же там, извините, на пару с Лукашенко наговорили какого-то бреда про какие-то переговоры в Стамбуле, какую-то аренду Крыма, там, еще какие-то вещи. Это же специально вбрасывается для того, чтобы создать определенную вот такую информационную ситуацию, и на этом фоне Россия будет выглядеть чуть ли не каким-то там миротворцем, который хочет закончить войну. Понятно, что на мир, на те страны, на которые это рассчитано, это вообще не заходит от слова совсем. И, кстати, Россия это поняла очень быстро, потому что параллельно с заявлениями Путина они в очередной раз бросили заявление о необходимости нанесения ядерных ударов по территории стран НАТО. Прямым текстом, да, что вот давайте там разбомбим, нанесем один-два удара, и тогда как бы ситуация сразу решится, и все будет хорошо. Поэтому это все исключительно игра для внутреннего потребителя. Ну, какой-то эффект она, наверное, имела, потому что когда вот мы видим общение там с некоторой частью российского общества, они действительно верят абсолютно всему тому, что говорят именно с их телевизора, и искренне удивляются, почему с Россией никто не хочет грузить, ну, дружить, вводят какие-то там санкции и вообще не любят в мире. Потому что им-то рассказывают, что мы пришли воевать ради мира, но оно само по себе абсурдно, по большому счету, да. Мы начали войну, чтобы закончить войну, правда, кто начал предыдущую войну, как бы не очень понятно. Но это параллельный мир, действительно. Да, это параллельный мир. Но, понимаете, это же надо постоянно поддерживать какими-то заявлениями и держать их в определенной такой атмосфере. И Путин такие вот вбросы делает, делая такие вот заявления о том, что мы-то готовы, но вот как бы Украина не хочет, Украина там проводит контрнаступление, возможно, когда-то мы там сядем, поговорим и так далее. Ну и пытается он, конечно, где-то достучаться до части, возможно, элит на Западе, все-таки еще надеясь, наивно, кстати, очень, что там будет усталость от войны, усталость от поддержки Украины, и Украине скажут, что давайте заканчивать, о чем-то там договариваться и так далее. Но, как правило, после всех его таких заявлений, и тем более после таких ужасных действий, как подрыв, например, гидроэлектростанции, заявления, они же совсем другой тональности. Максимальная поддержка, в Штатах сейчас говорят вообще про 10 лет, как минимум, четкий план, который будет расписан, независимо от того, кто там будет президентом, кто будет находиться при власти, расписать по годам с деньгами, что, как поставлять. И это же только одна страна. На самом деле, о том же говорит та же Франция, о которой мы вспоминали, та же Германия и масса других стран. Поэтому, что бы Путин ни делал, на внешнего игрока это уже никак не работает. Ну, пока позволяет где-то держать еще в неведении собственное население. Да, и здесь, наверное, кстати, можно вспомнить сейчас заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он, в частности, буквально на днях говорил о том, что о так называемых этих переговорах с Россией, далее хочу процитировать, это бессмысленно, опасно и убийственно для Украины, для Европы, для международного права. Для этого вообще не существует ни российских, липких, ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских фундаментов. Агрессор должен убраться с чужой территории, окончательно потеряв собственную армию и репутацию страны, которой надо было бы бояться. Написал Подоляк у себя в Твиттере. Игорь, и вот если говорить еще об этих фундаментах. Накануне посланник Папы Римского заявил, что теперь ему время посетить Москву. Кроме того, вероятно, что в конце этой недели в Украину, а потом и в Россию, приедут лидеры некоторых африканских стран. Что вы скажете об этих турне миротворцев? Давайте я пару слов скажу сразу про африканские страны, потому что с ними разговор будет, наверное, гораздо короче, чем с представителями Ватикана. Если они приезжают и говорят, что их немирные предложения не предусматривают первого шага в виде того, что российские войска убираются с территории Украины до границ по состоянию на 1991 год, говорить о чем-то дальше, ну, по большому счету, бессмысленно. Мы, конечно, их выслушаем, потому что мы очень доброжелательная нация, гостеприимная нация. Возможно, даже где-то президент и тех, кто отвечает у нас за внешнюю политику и занимается ей, они где-то там подискутируют, пытаются представить свою позицию. Но, конечно, это какого-либо эффекта не будет иметь, потому что эти страны должны понять одну очень простую вещь, что говорить о каком-то мире и так далее можно только при условии восстановления границ территориальной целостности и суверенитета Украины. Все, точка. Все остальное, это никакой не мирный план, это подыгрывание стране-агрессору. Что касается посланника Ватикана, тут ситуация несколько сложнее, потому что мы видим, что они не выступают пока с какими-то конкретными заявлениями именно касательно формулы, по которой они считают возможным прекращение этой войны. И тут можно, скажем так, воспользоваться их ресурсами для возврата пленных, для решения каких-то других гуманитарных вопросов и так далее. Но я боюсь, что по факту, опять-таки, по факту, скорее всего, те заявления, которые они будут делать, они будут в определенной мере все-таки, опять-таки, подыгрывать Российской Федерации. По одной простой причине. Потому что некоторые предыдущие заявления со стороны Папы Римского свидетельствовали о том, что он фактически уравнивает агрессора и жертву, что является, опять-таки, неприемлемым для Украины, да и вообще для всего цивилизованного мира. Плюс давайте не будем забывать, что, опять-таки, к огромному сожалению, между Ватиканом и Российской Православной Церковью относительно недавно была подписана, так называемая, как про нее говорят, Голландская Декларация, которая фактически привела к тому, что они поделили между собой, ну, условно, я очень условно сейчас говорю, поделили сферы своего влияния, и в соответствии с этой декларацией Украина фактически попала в сферу влияния Российской Православной Церкви. Кстати, против этого тогда активно выступала Украинская Греко-католическая Церковь, которая говорила, что это вообще за заявление, что это вообще за непонятные какие-то вещи, и как вообще о таком можно договариваться с Российской Православной Церковью. Поэтому вот в этом контексте Ватикан может не специально, то есть это они не будут делать, потому что там Россия им что-то заплатила или нет, но могут не специально подыграть России вот в контексте этих миротворческих заявлений, в каком плане? Что давайте хотя бы остановим активные боевые действия, а потом начнем о чем-то договариваться. Надо понимать, что любая остановка боевых действий по состоянию на сегодня, это как раз подыгрывание Российской Федерации, которая просто жаждет, кричит о необходимости этой передышки и, конечно, может и хочет использовать любые методы для того, чтобы ее получить. Игорь, ну и давайте еще о тех, кто подыгрывает и, вероятно, не понимает, где агрессор, а где жертва. Стоит отметить, что вчера буквально фразами Путина заговорил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сияйрта. Он не осудил Путина за подрыв Каховской ГЭС, за удар по дому в Кривом Роге и по складу с питьевой водой для пострадавших жителей Херсонской области. Он повторил фразу о поставках оружия Украине, но не сказал, что война бы закончилась, если бы Путин вывел свои войска со всей территории нашего государства Украины. Вот, Игорь, вы предполагаете, чем закончится, собственно, такая риторика отдельных личностей в Венгрии? Чем для Венгрии это может закончиться? Может, мир сейчас как-то не совсем правильно реагирует на такие заявления? Ну, в конечном итоге это закончится для Венгрии плохо. Ну, во-первых, они продолжают ухудшать взаимоотношения с Украиной, что очень странно и вообще бессмысленно с их стороны, особенно учитывая, что у нас действительно достаточно большая есть община венгерская, права, которые полностью удовлетворяются в соответствии с нашим законодательством, которые соответствуют законодательству Европейского Союза. Украина всегда и шла навстречу с точки зрения защиты и представления их неправ. Ну, вы же понимаете, что иногда мы можем перестать прислушиваться к каким-то заявлениям, особенно если они очень наглые и такие, знаете, некрасивые по отношению к Украине. Я, кстати, молчу вообще об этой какой-то непонятной, но по сути ужасной истории про возвращение наших 11 пленных, которых вроде бы вернули прямо в Венгрии с помощью Российской Православной Церкви. И, ну, по сути, это кража наших граждан. То есть Венгрия неуполномочена заниматься такими вещами. И когда вот эта история выйдет, ну, уже в более такую публичную плоскость, мне кажется, это должно привести к очень серьезным дипломатическим последствиям и негативным как раз для Венгрии. И второй самый главный момент. Понимаете, такая позиция в Венгрии, она уже давно, мягко говоря, раздражает подавляющее большинство стран Европейского Союза. Потому что надо понимать, это не только подыгрывание Путину и попытка заработать на российско-украинской войне. Это в том числе прецедент касательно каких-то претензий, которые у Венгрии, ну, как это смешно не звучит, территориальных претензий к другим странам, которые ее окружают. Потому что Венгрии живут по принципу, мы обижены Трианонским договором еще после окончания Первой мировой войны, нам все соседи должны и принимайте нас такими, как есть. Так вот, их уже принимать не будут, потому что несколько недель назад в Европейском Союзе уже была создана комиссия, которая начала работу. И эта комиссия будет разрабатывать механизм нового принятия решения в Европейском Союзе. И этот механизм будет предусматривать отсутствие права вета. Не может одна страна, которая является Венгрией, иногда Греция, ну, прежде всего Венгрия в большей мере, не может одна страна выкручивать руки всему Европейскому Союзу по вопросам, вот самый важный момент, которые даже не являются исключительно внутриевропейскими, а касаются, например, поддержки Украины. Поэтому там, скорее всего, будет в этих механизмах написано, что решения будут приниматься обычным большинством или квалифицированным большинством, но это не будет так, что одна страна будет блокировать. Потому что такие три страны, которые представляют вообще старую Европу, являются локомотивами развития экономического и социального и политического Европейского Союза, как Франция, Германия и Италия, они уже неоднократно пытались вразумить в кулуарах представителей Венгрии, что, понимаете, демократия демократия, но вы злоупотребляете и вы искажаете демократию. Венгры этого не услышали, ну и теперь им обязательно рано или поздно за это прилетит, но только исключительно в контексте законодательства Европейского Союза. Игорь, будем наблюдать. Спасибо вам большое за ваши ответы, комментарии, аналитику. Игорь Эритерович, политолог, был с нами в эфире «Фридема». До новых встреч. Спасибо. Продолжение следует...